Виктор Владимирович, наши подписчики много вопросов задают по поводу качества сна. От чего зависит крепость сна, насколько он крепкий, насколько человек встает отдохнувшим полноценно после вот такого сна, как прийти к такому качеству сна и зависит ли качество сна от состояния сосудов. Но, во-первых, я хочу сказать о том, что мы, к сожалению, уважаемые коллеги, напрочь забыли о том, что существовал и, по крайней мере, пока еще где-то существует такой привычный фразеологизм, как отойти ко сну. Я к чему-то пространно начал отвечать на вопрос профессора Татьяны Ленокартаненко, потому что с незапамятных времен отхождение ко сну это всегда был некий обряд. Мы же сейчас, современники, как мы можем с телефоном, с гаджетом, с телевизором в голове, с каким-то разговором неприятным, чуть ли не с бутербродом во рту или в руках, начать засыпать. Поэтому здесь надо понимать о том, что это, в общем-то, биологическая, крайняя биологическая необходимость, которая социально должна быть оформлена. Это не моя цитата, это цитата, в свое время, которую высказал Иван Петрович Павлов. И как раз-таки Иван Петрович Павлов первый, с точки зрения физиологии, физиологизма, состояния сосуда, сосудистого тонуса, сосудистой пластичности, сосудистой каркасности, доказал и показал о том, что качество сна, глубина сна, уровень сновидений зависит от того, как ведут себя наши сосуды. А уже господин профессор Бехтерев, своими изысканиями в области пограничных таких состояний, как неврологические нарушения сна, как психические нарушения сна, пришел к выводу и подтвердил утверждение академика Павлова о том, что за качество сна у нас отвечают сосуды, а за качество сосудов у нас отвечает печень. То есть, вот, сформировался такой вот некий треугольник функционально, физиологический сон, сосуды, печень. Печень, сосуды, сон. Поэтому, если вы утром встаете разбитыми, в лучшем смысле или в худшем смысле этого слова, если вы чувствуете себя не отдохнувшим, если у вас есть желание не вставать с постели, пожалуйста, имейте в виду, что ваш мозг, в общем-то, пока еще дорабатывает вот эти вот, будем говорить, обязательства перед вашим здоровьем, перед вами, в отношении вашего сна. Потому что сон нам необходим с точки зрения системы восстановления тех самых биохимических процессов в организме, от качества работы которого, как раз-таки, зависит вот эти вот пресловутые три кита нашей сосудистой системы. Каркасность, пластичность и тонус. Тонус, пластичность, каркасность. И в этом смысле, конечно, очень важно понимать, очень важно понимать, что качество сна зимой у нас должно отличаться от качества сна летом. Это связано с чем? Это связано с длиннотами нашими ночными или дневными. Это связано с качеством ультрафиолета. Это связано с качеством нашей пищеварительной системы. Это связано на наших железах внутренней секреции, в первую очередь, на шишковидной железе, качество работы которой зависит от того, как работает наша печень. И вот этот самый союз, между которыми уже помещается вот эта пресловутая ось, кишечник, мозг, как раз-таки, в лишний раз подтверждает о том, что качество работы нашего мозга с точки зрения формирования глубины сна, качество сна, разновидности сна, зависит от того, какая кровь, как она попадает, через какие системы она попадает, в каком состоянии эти системы находятся. А, в общем-то, их три, эти системы, по большому счету. Это правая и левая сонная артерия. Это у нас система, которая обеспечивает базальное кровоснабжение основания нашей головы, основания нашего черепа. И, соответственно, в связи с этим, состоятельность нашей позвоночной и артериальной системы. Поэтому, если у вас есть какие-то в этой части проблемы, то, пожалуйста, имейте в виду, что прежде чем вести разговор с сомнологом, прежде чем, там, приобретать какие-то специальные фишки, аппараты для того, чтобы, там, улучшить качество сна, или, там, приобретать какие-то препараты аптечные для того, чтобы улучшить, там, есть большая разновидность всех этих снотворных средств, пожалуйста, обратитесь к гастроэнтерологу с точки зрения выяснения функции вашей печени и выяснения функции вашего желчного пузыря. И тогда очень многие вещи просто встанут на свои места. Поставили, в лучшем смысле этого слова, на место печень, встала на место солнечное сплетение. Солнечное сплетение – это состояние магистральной брюшной аорты. Аорта брюшная – это у нас и малый, и большой круг кровоснабжения. Это качество работы сосудов, которые питают нашу голову. Вот, в общем-то, в 22 словах где-то так. А что можно предложить, вот, такого для самостоятельного применения, чтобы человек, ну, хотя бы мог что-то попробовать, протестировать, улучшить свое состояние? Ну, и потом, соответственно, пойти дальше по этому пути? Ну, я хочу сказать о том, что вот, Царство Небесное моему замечательному учителю и педагогу, профессору Юли Холлеру, который очень серьезно занимался экстрарецепторными институтами человеческого организма, так вот, Евгений Сергеевич в свое время предложил очень интересную методику. Конечно, она была не пионерская с его точки зрения. Он ее скомпилировал. Это, так называемая, система ложечной, ложечной сонной терапии. Вот у меня, мне за металлической ложкой надо было идти на первый этаж. Вот у меня лежит сувенирная ложка здесь, в кабинете. Вот такая вот. Вот представьте себе, что вместо ложечки такой деревянной, у вас в руках обычная металлическая ложка. Обычная металлическая десертная или чайная ложка. Что вы должны с ней сделать? Если вы чувствуете, что вы с трудом засыпаете, если вы чувствуете, что вы не получаете удовлетворение от качества вашего сновидения, что вы встаете очень глубоко разбитым человеком по утрам, великолепный Евгений Сергеевич предлагал нагреть ложечку или несколько ложечек, проверить, держите вы температуру или нет этой ложечки по внутренней поверхности основания большого пальца и прикладывать к так называемому сонному треугольнику по очереди. Вот она, первая точка сонного треугольника, так называемая точка межбровного союза. Приложить сюда, пока ложечка ваша будет остывать. Потом другую ложечку вы вытаскиваете, кладете вот под основание носогубной складочки вот сюда. И потом третью ложечку вы кладете себе сюда. Вот сколько у вас это займет времени, я не знаю, потому что это у каждого человека индивидуальная термореакция. Но огромное количество работ, которые были сделаны под руководством профессора Вильховера, показали колоссальный удовлетворительный терапевтический эффект. И умные сомнологи, умные врачи, которые занимаются качеством сна, они в первую очередь обращают внимание на систему кровоснабжения и систему состоятельности сосудов именно головы. Обязательно приходите на наш интенсив и начнем мы его с вечернего комплекса сосудистой надежности, который позволит вам стабилизировать состояние давления, быть независимым от извинения метеоусловия, избавиться от метеозависимости, избавиться от скачков давления, надежно и крепко засыпать, просыпаться бодрыми и полными сил. Будем заниматься, улучшать ваше состояние и добиваться стабильного состояния сосудистой системы. Информация об интенсиве в описании под этим видео. Милости просим! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!